Всем приветики! Сегодня у меня с вами важное событие, я вам сегодня покажу кое-что новенькое, аж даже несколько штук. Сегодня у нас все, что связано с красивой кожей, очень универсальный макияж, очень легкий, красивая кожа нам всем нужна, тем более, что это супертренд, поэтому давайте сегодня уделим ей особое внимание, тем более, что мне есть чем с вами поделиться, чем похвастаться. Первым делом я нанесу фиксит спрей, у меня брови сделаны, я специально их сразу накрасила, чтобы не тратить на это нам время, если вы вдруг еще не знаете, как делать брови, срочно узнаете о предыдущих моих уроках, потому что я регулярно об этом рассказываю, свою любимую волосковую технику также регулярно показываю. Для тона я сегодня возьму новиночку от Estiloder, легкий тональный крем с очень хорошей покрывающей способностью, кто подписан на мой инстаграм, тот молодец, кто не подписан, срочно подпишитесь. Так вот, я там недавно делала подборку топ-3 лучших средств на лето, этот тональный крем там как раз был мне обозначен, растушевывается он очень легко, SPF 45 сейчас на лето, классно, и не течет в жару, кисточкой набираю очень мягкой в эту сторону, потом перевернул и в эту сторону, можно даже не глядя тонировать, и она не особо впитывает средства в себя, в общем, очень мягко растушевывает тональное средство по коже. Еще одна новиночка для того, как начали наносить тональный крем. Та-да! Нет, это не ракетка для пинг-понга, это суперзеркало, суперзеркало! Оно очень-очень-очень удобное, красивое. Теперь я в него буду красиво краситься на ютюбе. По растушевке вот уже, в принципе, вы сразу видите. Вот так вот можно делать любыми легкими движениями. Все хорошо тонируется. Сразу сделаем немножко коррекции лица. Стулы выделим. Носик. Растушуем кисточкой чуть-чуть боковые поверхности лба. Личико немножко подзагорело, поэтому сейчас контрастная коррекция, в принципе, уже и не обязательно, потому что естественные формы прорисовываются лучше. Чуть-чуть губы. Я, кстати, спойлер сейчас вам расскажу. Я придумала, как переснять базовые все уроки, потому что они с 2013 года, а сейчас с 2020, если что. Я сделаю вам каждый этап отдельно, размещу это все у отдела на ютюбе, а на сайте сделаю сортировку, что вы сможете забивать свой типаж. Например, овальное лицо, широко расставленные глаза. И для вас будут подобраны все мейки, темы коррекции и так далее. И если вы не знаете, как разобраться, какие у вас там глаза, широко расставленные или нет, там я добавлю очень простые схемы из первой книги макияж. Первая, потому что уже почти готова вторая. Я думаю, что небольшим кусочком первой мы сможем поделиться. Я немного выделю глазки по нижней границе, чуть-чуть уведу их к вискам. По сути, я выделяю внешний уголок. Просто его слегка оттеняю и вытягиваю. И по нижнему веку, и по верхнему, но только сосредоточенно делаю это во внешнем уголочке. Растягиваю глаза к вискам. Если вы хотите, чтобы глазки были такие более объемные, вы можете чуть-чуть этим же шоколадом прорисовать складку верхнего века, как в 60-х было актуально. И пальчиком растушевать. А теперь... Та-да-да-да! Новые металлайстики наконец-таки поступают в продажу. И сегодня мы снимаемся новыми офигительно светящимися металлайзами. Два оттенка. Один ivory, такой жемчужный, и один шампань, как вот реально бокальчик шампанского. Давайте я вам буду показывать. У шампань оттенок такой вот бежевый, при этом с очень красивым таким нежным сиянием. Как базовые тени, как хайлайтер. Это будет вам прям супер. Просто каждый день наносите, будет вам счастье. Ivory волшебный оттенок такой, как яичной скорлупы, с сиянием, как жемчужинка. Смотрите, это пониже я мажу. Если вы выбираете себе хайлайтер, то для тех, у кого светлая кожа, берите оттенок ivory. Для тех, у кого кожа более загорелая, берите шампань. Очень красивое получается от них натуральное сияние, кожа прям светится. Мне очень нравится смешивать с тональным средством, потому что получается какой-то тоже волшебный, совершенный эффект. Такой вот прям подсветки тональным средством, как будто изнутри. Тот оттенок, который посветлее, ivory. Я его наношу на скулы, на ямочку на подворотке, вот сюда, на галочку на верхний губой, на спинку носа, на внутренние уголки глаз. То есть на основные зоны высветления. Смотрите, какое сияние. Прямо как будто я какая-то фея. Можно сразу взять шампань, только будет два. И чуть-чуть добавлю у нас скулы тоже, но ближе к вискам, ближе к периферии лица, на подвижное веко. И можно чуть-чуть вот сюда над бровью. Я еще немножко наберу прям пальчиком, чтобы более плотно уложить оттенок шампань, вот сюда, на подвижное веко. С учетом того, что у нас здесь был оттенок чоково, они ложатся поверх, получается, видите, красивый эффект перехода. От одного сияющего оттенка к другому. Поскольку весь макияж у нас на сиянии сосредоточен, я чуть-чуть поярче видела внешний уголок, как стрелочкой, как будто он очень-очень тушеванный. Растушевываем. Вот, глазки чуть-чуть стали более вот такими вытянутыми, поуже. И в целом этого макияжа на глазах будет достаточно, потому что я хочу сделать фокус именно на этом сиянии. То есть у нас не будет акцента на глазах или на губах, у нас акцент будет именно на коже. Потому что она вот такая вот светится вся. Накрасим ресницы ярко, причем желательно очень ярко, поэтому я беру суперобъемную тушь этой Сен-Лоран, черный оттенок. Перед этим чуть-чуть подкручу реснички, а ресницы буду красить вбок, чтобы быть такой лисой, хитрющей. Все движения щеточкой ведите в леску, оттаскивайте реснички. Будем создавать с вами хитрющий прищет. Можете даже сверху вниз пройти, сюда оттенок и сразу разложить реснички. Чем лучше тушь обвала тебе ресницы, тем больше у них пластики. Они становятся прям такие, как пластилин. И нижние тоже к вискам, чтобы не округлять глаза, а вытягивать их. И чуть-чуть этим же конкретным чоколад я прохожусь по верхней слизистой глаза. Теперь глазки еще уже стали. Получился такой эффект прищура. Губы чуть-чуть выделю вот здесь. Коричневый контур снова актуален. Но в пределах разумного. Рассушую. Чуть-чуть добавим пич. Чуть-чуть вот прям тубой накрашу, чтобы просто появился вот этот пигмент. Он очень круто сочетается как раз с контуром конкретчоколад. Получаются такие губы объемные, яркие, но при этом светлые. Кстати, конкретному пич будет очень хорош для легкого румянца. Максимально пушистую кисточку. Это дуофибра. Набираю, чтобы чуть-чуть еле оттеночек вот так вот крупно перенести и не акцентировать. Внимание на румянце, потому что у нас внимание сфокусировано на оттенке кожи, на этом блеске, который дает металлайст. Чуть-чуть еще вот на спинку носа и хватит. И в качестве покрытия я буду использовать блеск. Я его нанесу вот прямо в то место, где я металлайст растушевывала, металлайст, который шампань. И замешаю его, чтобы получился блеск с эффектом сияния. Здесь больше блеска, чем металлайст, и получается эффект прозрачного блеска с переливающимся красивым эффектом, жемчужным таким. Теперь, чтобы все наши металлайсты супер-хайлайтеры, супер-нежные сияторы для лица, для тела, кстати, тоже, сияли еще красивее. Я нанесу фиксов спрей сверху. Очень рекомендую вам попробовать еще такую технику. Наносить эти металлайсты кистью смоченной фикси-спреей, потому что фикси-спрей очень красиво распускается. И получается такое прям влажное сияние, очень красиво на глазах и на коже тоже смотрится. Фикси-паудер. Нам не все, лицо нужно блестящее. Сейчас спрей подсохнет, и центральную T-зону мы немного заматируем. И на этом контрасте вот это внимание к блеску будет особенно пребрестным. Вот здесь хоть мы и наносили хайлайтер, мы тоже немного заматируем, чтобы свечение получилось изнутри. Вообще старайтесь, чтобы блеск был именно вот таким переливающимся. Чем удачны у нас получились эти металлайсты, и что, собственно, стояло задачей, это не сделать эффект блесток на лице, а сделать эффект именно такого жемчужного сияния, вот чтобы переливалось деликатно и очень-очень-очень секси. Посмотрите, какая кожа красивая. Все, я не могу налюбоваться. Еще раз давайте закрепим. Фикси-спрей на лицо, потом увлажняющий тональный крем, брови красивые сделать, коррекцию лица вжух-вжух-вжух конкретным чоколад, контур губ, контур глаз выделить конкретным чоколад, и глазки немножко оттянуть к вискам губы, немного увеличить. После этого нанести на веко, на скулы, на спинку носа, на галочку над верхней губой, на ямочку вот сюда вот на подбородке. Металлайст, тот, который вам больше нравится, или сразу оба. Айвори для тех, у кого кожа светлая, шампань для тех, у кого кожа загорелая. У меня кожа средняя по оттенку, и мне, видите, оба цвета хороши, но вы вот здесь можете разницу между айвори и шампань увидеть, и сориентироваться, какой вам больше подойдет. Если вы используете оба металлайста, то я рекомендую все участки, которые ближе к центру лица, оставить под айвори, и все участки, которые ближе к периферии лица, оставить для оттенка шампань. Все, резмите закрасить вбок, чуть-чуть конкретпич втереть губы, нести на щечки в качестве румянца. Блеск я также прозрачный глаз-глос замешала чуть-чуть на остатки шампань, и он стал таким прозрачным, но переливающимся. Все запшикать фиксиспреем, чтобы сияние было еще более естественное, словно изнутри, и зону зафиксировать пудрой. Все готово. Я и себя, и вас поздравляю. Наконец-таки у нас жемчужные, нюдовые, сияющие оттенки появились в линейке Крагина Косметикс. И не забывайте их на тело, добавляйте в крем для тела, в масло для тела, в масло для волос добавляйте, потому что все станет сияющим. Отправляйтесь на наш сайт за новинками, выкладывайте свои сияющие мейки, отмечайте меня, рассказывайте, как вам зашли новые металлайзеры, а я пойду посияю. Все, всех целую, всем пока и хорошего лета. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok